Земля Вода Огонь Воздух В одном древнерусском женском костюме соединены две народные традиции и сила четырех стихий. Славянские височные кольца, иногорские шумящие подвески, поясной набор из накладки пряжки кошелька и ножа. Все это для защиты от злых духов и темных потусторонних сил. Здравствуйте, меня зовут Явашова Валерьевна. Я старший научный сотрудник Украинского музея-заповедника. Сейчас я немного вам расскажу о самом длинном костюме в нашем районе. Перед вами конструкция такого костюма. Обратите внимание на Арнам. Он нанесет на тех местах, где, как считалось, человеку должны проникнуть злые духи. Это подол, рукава и город. Вот на подоле Арнамент Славянский. Это росток, это зерно, это хлеб, это еда. Это символ жизни. На рукавах символ текучей воды. Текучая вода. Это живая вода. Она не стоячая, не тухлая. Ее можно пить. Изображалась она на волнистой линии. Этот символ есть и у славянного феномбора. Она груди феномборский символ воздуха. А на голове венчик, на котором вышел и катящееся по нему солнце. Вот крест в круге. Это у всех народов символ солнца. И вот такая восьмерка бесконечность. Ночь, день, ночь, день. И что получается у нас по слоям? Посмотрите, пожалуйста. Внизу земля. На ней вода. Еще выше воздух. Еще выше солнце. Целое мироздание отображено в одном костюме. Вот это как раз и говорит о смешении, скажем так, верований, мифологии двух народов. Но кроме орнамента, на такой костюм мог бы привешиваться довольно большое количество женских шумящих украшений. Они были как славянские, так и феномборские. Пурганы в того времени мы можем увидеть. Вернее, на холдых пурганах таких вещей были. И вот здесь вот на витрине вы как раз и видите. Это и браслет, это и перстник. Это и вот шумящие подвески, которые вы видите там вверху. Это и даже застежка сюльгама. Дело в том, что она несет смысл, как и все украшения. Она символизирует солнце. И вот этот разъем, застежечка, это как выход в лишний мир. Обычно такие сюльгамы застегивались сверху одежду. Ну, например, была застежка на платье или плащ на плече. Ну, вот здесь мы повесили пуговку, но вполне могла быть застежка. Я сейчас покажу на примере палатина, как эта застежка могла застегиваться. Посмотрите, вот она у меня в лугах есть. Вот она очень небольшая, маленькая. Хотя они бывали разных размеров, а большие, маленькие. На платок застегивался очень просто. Край платка протаскивался через серединку и протыкался язычком. Вот и все. Застежка на месте. Вот посмотрите на плече изображение славянской богини. Богиня по имени Макуша. А на поясе финно-угорская уточка. Ну, почти с таким же смыслом. Дело в том, что у финно-угорских народов уточка считалась священной птицей. И по древней легенде, все живое произошло именно из-за нее. Легенда гласит, что такая уточка, ну, птичка, которая плавала по бескрайнему морю, существовавшему до появления всего живого на земле, плавала по морю, нырнула вниз и досталась одна кусочек земли и видела. И вот из этого кусочка, ну, и появилась и растения, и животные, и люди, и птицы. Ну, вот такая легенда. То есть мишень, я опять же виден, и финно-угорских, и славянских мировоззрений. Вот такие детали, костюмы, вышивка на подоле, на рукавах, на груди. Это все можно проследить и даже в костюмах русских, украинских, белорусских в конце 19-го, начало 20-го. Субтитры создавал DimaTorzok